Ассаляму алейкум. Сегодня мы в королевстве Бахрини, а точнее в его столице, городе Манама. Это жемчужина в песках пустыни с современной архитектурой и хорошо сохранившимися древними традициями. Место, где родился Симбад-мореход, и именно здесь нашли останки самых древних людей на земле. А по поверьям, именно в этом месте находился Эдемский сад. Первая принужденная остановка тут. Экскурсия бездовременно закончилась, потому что автобус начал гореть. Да нет, немного так мотор зановался. Мотор только гореть начал, не есть автобус. Так что вот, мы вынуждены тут в пустыне гулять. На данный момент в Бахрини 30% месторождения нефти уже истощены. К сожалению, государство не распорядилось деньгами от нефти столь разумно, как это сделали соседи. И это становится заметным, когда проезжаешь по Манаме. Большинство объектов были построены в 80-е и 90-е годы прошлого века и уже нуждаются в ремонте. Вот, наконец, наша первая остановка возле мечети в Бахрэне. Погнали внутрь. В отличие от большинства своих соседей, бахриинцы, мусульмане, шииты. Они до сих пор считают, что у власти имеют право находиться только прямые потомки пророка Мухаммеда. Так же, как и 13 веков назад, между Бахрэйном и другими странами региона часто возникают разногласия на этой почве. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, следующая остановка. Музей, да. Да, города Манамы. Национальный один из самых больших музеев в этом регионе. Вообще, типа, есть там все. Сейчас посмотрим. Даже деревня какая-то. Посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До тех пор, пока здесь не нашли нефть, Бахрэйн был большим экспортером жемчуга в регионе. В те времена местное население жило очень бедно. Практически до середины прошлого века здесь было средневековое общество. Но с появлением черного золота здесь многое изменилось. Последний гвоздь в крышку гроба традиционной экономики вбили японцы, когда придумали искусственно выращивать жемчуг. Следующая остановка наша, это Бахрэйн-центр. Да, там три турбины такие, они забабахали туда. Но люди не могут там нифига работать, потому что они мешают. Поэтому он включает высокое прочее. Бахрэйн-центр. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня еще один рынок Сук. Мы идем теперь туда, внутрь. Рынок Сук в Манами сильно отличается от своих дубайских и катарских аналогов. Это переплетение арабской роскоши с палатками бедных иммигрантов, торгующих всяким ширпотребом. Главной спецификой бахраинских рынков являются гончарные изделия и, конечно же, ковры. Выбор здесь огромен. Ну и вот, закончили мы нашу пробежку по рынку. Что-то смешанное между Катарским и Объединенными Арабскими Эмиратами рынком. Дубайским. Ну так, слабенький какой-то. Маша не очень понравился. Да, мне вчерашний понравился. В смысле, катарский. Если понравилось видео, то ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. До новых встреч и пока.